Продолжение следует... Учебная и методическая литература свои предложения. И, наверное, каждый из нас хочет получить максимально все, что можно, чтобы можно было работать успешно, хорошо. Ну и чтобы оставалось время, конечно, на собственную жизнь, чего с нами происходит крайне редко. В связи с этим мы сегодня попытались попробовать вам показать выходы различные на сайт. Что можно посмотреть, как лучше посмотреть, потому что все больше и больше возникает вопросов учителей, как правильно заходить, где можно найти, что можно скачать, а что скачать нельзя. И если можно скачать, то где это найти необходимо. Поэтому сегодня мы с вами попытаемся понять, что есть на сайте. Я сегодня предложу вам один конкретный путь. Когда вы заходите на сайт, что вы можете для себя найти. Сегодня будет касаться естественно научных дисциплин, химии, биологии, физика. Но в большей степени мы с вами посмотрим по принципу устройства сайта. Потому что учителя когда заходят, они начинают путаться. Навигация должна быть простая. И вам нужно просто попробовать пройти по алгоритму, выполнить все, что нужно, и посмотреть, что у нас есть. Поскольку у нас еще немножко август остался, в сентябре мы начинаем, поэтому время у вас есть. У нас сейчас работают различные акции, которые помогут вам приобрести литературу не так дорого. Если говорить о возможностях сайта, то нужно сказать следующее, что сайт все время модернизируется. Мы с вами знаем, что когда мы заходим на сайт любой компании, особенно компания, которая предлагает свои услуги или что-то продает, то должна быть навигация, которая понятна всем. Есть навигация сложная, да, и чем сложнее, тем, конечно, хуже. Но сегодня мы попробуем забраться в том, что есть у нас. Нам было бы, конечно, удобно зашел, посмотрел все, что есть. Но нам нужна информация, нам нужны аннотации, нам нужно посмотреть все комплекты, нам нужно посмотреть, какой, например, даже если это пособие мне понравилось, то к какой серии оно относится, где его искать и как его найти. Поэтому мы сегодня попробуем с вами разобраться в этом вопросе. Все вопросы, которые у вас есть, давайте договоримся. Вы мне пришлете по ходу событий, но лучше в конце, да, чтобы я могла ответить, чтобы я их увидела, из общего чата смогла выделить и постараюсь на них ответить по возможности. Значит, мы с вами начинаем. Тема наша сегодня – это использование возможностей сайта издательства просвещения в работе учителей с научного цикла. Поскольку мы с вами ведем такие сложные предметы – химия, биология, физика, как, естественно, научный цикл, да, у нас и пособий достаточно много, и возможностей больше. У нас есть составляющая экспериментальная, и хорошо, когда все пособия методические, учебные у нас, сами учебники под рукой, и мы их используем в работе. Чтобы они у нас были, нужно хотя бы приблизительно знать о том, что есть. Давайте посмотрим. Значит, мы с вами сейчас видим слайд профессии. Я ничего не буду говорить об этих профессиях. В основе всех этих профессий – дисциплины, к которой мы относимся с научным, да, это химия, биология, физика. Сюда же можно подключить, и раньше всегда подключали экологию. И когда мы заинтересуем детей своими предметами, то мы должны это делать на уроках, во внеурочной деятельности. Но очень часто, сейчас, во всяком случае, работа с учениками определяется еще работой с информацией. Да, мы их учим работать с информацией, получать информацию, устанавливать какие-то фильтры, уметь понимать информацию, преобразовать информацию. Для этого нужны какие-то навыки, какие-то способы, да, и хорошо, когда есть эта информация, все-таки выверенная, достоверная, к которому относятся учебники и методические пособия. Поэтому сейчас, когда мы с вами будем говорить о учебниках, значит, тут учебники химии, да, мы все видим. Значит, тот, кто меня слушает на протяжении всего лета, скажем так, да, есть люди, которые действительно подключаются на каждый вебинар, знают про эти учебники уже все, потому что я достаточно часто о них говорю. Ну, казалось бы, вот все линейки по химии, да, в сопросвещении. Значит, здесь у нас есть родители с 8 по 11 класс, есть преемственность 10 и 11, это старшая школа для медико-биологических классов, для естественно-научного профиля Пузаков, Павков, Мышнина. Есть линейка Габрилиана Алексея Сергеевича 7 по 11 класс, 10 и 11, это базовый, и чуть правее, вот розовые учебники, 10 и 11, это углубленка. И нижняя линия – это сферы. Вот, если я учитель, и ко мне подходит с вопросом библиотекарь, говорит, уважаемый, какие комплекты вы хотите, такие вопросы звучат, об этом спрашивают. Вот, учителя очень долго ориентируются и выбирают, потому что работать хочется по качественному учебнику. Его нужно приобрести, его нужно найти, его нужно заказать. И тогда в помощь для учителя существуют сайты издательств, куда можно зайти и посмотреть. Линейки 3. Если мы с вами посмотрим на линейки по биологии, вот сейчас вы видите одну линейку, это линия жизни пасечника, да, Владимир Васильевича, если говорить о этой линейке, она называется линия жизни, и значит на сайте она должна представлена будет под названием. И искать ее нужно будет с названием. Эта линейка дополнена, она завершенная. Сейчас вы видите учебники 10-11, вот то, что в верхнем углу это базовый уровень, и есть углубленный уровень 10-11, тоже Владимир Васильевича Пасечника. Есть учебники Беляева базовые, есть учебники Шумного Дымшица углубленные, есть сферы 10-11, которые вошли в перечень, и они еще там есть под редакцию Хорокова и других. Есть естествознание, все они относятся к нашим естественным дисциплинам. И когда мы пытаемся понять, что это за книги, и как нам их приобрести, и что они себе представляют, что в дополнении есть к этим учебникам, эту информацию можно взять только на сайте. Поэтому мы сейчас попробуем совершить такой экскурс на сайт. Я сделала специальный скриншот, и когда вы в поисковике, либо Яндекс, либо Гугл, ведете сайт издательства просвещения, у вас появится официальный сайт издательства просвещения, при нажатии туда у вас появится такой интерфейс. Вот группа компаний просвещения, это как раз после того, как мы набрали в поисковике вопрос. Дальше при нажатии туда у вас появляется интерфейс, который располагается правее. Теперь у меня к вам особая такая просьба. Обратите внимание на то, что выделено такой овальный фрагмент. То есть это вот кружок, которым я выделила наши предметы. Биология, естествознание, химия, физика. С левой стороны у вас появится перечень предметов, и когда вы хотите что-то выбрать по своему предмету, это самый короткий и правильный путь. Вы набираете химию, вы набираете физику и вы набираете биологию. Если вы пойдете через каталоги, через интернет-магазин, вы можете там просто запутаться. Вот это самый удобный вариант. Вы находите свои дисциплины, по которым преподаете, выбираете их, и дальше смотрите, что происходит. Дальше у вас появляется вот такая заставка. Значит, у вас появятся учебники, которые входят в федеральный перечень. Значит, представлены все три предмета. Биология, химия и физика. Они будут выглядеть у вас именно вот таким образом. То есть, это количество книг, вы увидите классы, увидите авторов. То есть, в любом случае, те учебники, которые вам нужны, и они относятся к перечению, появятся первыми. Здесь, в данном случае, вы увидите все комплекты, которые есть сегодня. То есть, это вот у нас по биологии, по химии, о которой я говорила, и по физике. Как же дальше работать с этим? Дальше вы увидите у себя в центре, если посмотреть на центральное вот такое вот окошечко, вы увидите ОМК «Биология линии жизни», это я по биологии показываю сейчас. Дальше программа методической заработки и другие файлы, и электронные приложения к учебникам. Сейчас у вас с левой стороны то, что вы увидели с самого начала. Дальше вы выбираете ОМК «Биология линии жизни». Ну, например, при нажатии на нее, вот на эту плашку, у вас появляются все учебники по биологии «Линии жизни». Видите, название сохраняется, потому что у нас есть другая линия. И у вас появляются все классы по этому предмету и по этой линии жизни. Все классы. Вот сейчас вы видите 5-6, 7-8, 9-й, там ниже 10-11. Значит, еще раз повторюсь, когда вы заходите в ОМК конкретный, при нажатии на него, у вас скрываются все классы. У учителей очень часто возникает вопрос, я должна, кроме учебников, иметь учебную программу, где мне ее взять? Здесь вот, как мы с вами видим, ее нет, но она же должна быть, она должна быть, присутствовать, мы должны ее получить, и хорошо бы еще в таком варианте, который можно было бы скачать, использовать как шаблон для себя, для составления своей собственной программы авторской, учебного плана, тематического планирования. Значит, мы смотрим дальше, что можно сделать. Дальше вы нажимаете на конкретный класс. Вот посмотрите, если вы нажимаете на, условно, 5-й класс, 9-й класс, у вас должны открыться все учебники, методические пособия и обязательно программа. Вот сейчас, поскольку слева, извините, с правой стороны вы видите розовые учебники, это я открыла 9-й класс. И среди методических пособий и учебника мы с вами видим программу 5-9. Значит, если я, как учитель, хочу заказать и даю такое обращение в библиотеку, я говорю, мне нужны учебники, линии жизни, пасечника, да, Владимира Васильевича, мне нужно, чтобы к этому комплекту была программа. И чтобы я понимала сама, как учитель, что есть программы и что в ней внутри, я открываю конкретный класс. При нажатии 9-го класса появляются все методические пособия, учебники и программа тоже. В любом случае, по всем предметам, если это будет химия, вы найдете программу точно так же. Нажимаете, например, на химию 8-й класса Рудитис, у вас появляется программа. Вы хотите получить программу по Габриэляну, нажимаете на учебник, условно, там 9-го класса, вы получаете, кроме учебника методических пособий, программу 8-9. Они заложены внутри комплекта, как его составляющие. Вот по программам очень часто учителя обращаются, говорят, я не могу найти программу, у вас учебники есть, программа нет. Вот еще раз повторюсь, она заложена внутри комплекта, она есть. Дальше смотрим. Значит, есть еще в центре, я вам показывала с самого начала, такая плашка, называется программа методической разработки и другие файлы для скачивания. Если для скачивания я, значит, они скачиваются абсолютно бесплатно. Вы, сейчас я вам сделала разворот, что там можете нажать, вы можете увидеть методические рекомендации, вы можете найти там поурочные разработки, если кому-то надо, можно тоже скачать. Разработки учителей, даже конкретные уроки, которые зарабатывают учителя-профессионалы. И пособия для учителя, уроки биологии, это поурочные планирования, которые нам требуются. То есть при нажатии на нее вы появляете такой перечень, вы смотрите для себя, а нужно ли мне что-то скачать, хочу ли я этим пользоваться. Но, как правило, я тоже была учителем 15 лет, если что-то есть возможность скачать абсолютно бесплатно, то почему нет, почему не взять и не воспользоваться какими-то вещами, но хотя бы в качестве шаблонов, в качестве примеров каких-то. Поэтому это вам в помощь. При нажатии на вот эту плашку для скачивания, вы скачиваете себе совершенно бесплатно. Вот то, что касается уроков поурочного планирования, очень часто учителя просят, потому что мы пишем с вами поурочные планы, но большая часть учителей в нашей стране это делает. Пишут планы из-за дня в день на каждый урок, если даже классы в параллели А и В, все равно пишутся разные планы, потому что потенциалы классов разные. Один может быть посильнее, другой может быть послабее, одни могут быть гуманитарии, другие могут быть математиками, поэтому, соответственно, к этим возможностям планы и составляются. Но взять что-то за шаблон, взять за основу, можно взять вот эти поурочные планирования себе на заметку. Тем более можно скачать бесплатно и использовать это из урока в урок. Тоже возможно. Далее смотрим. Вот сейчас вы видите такую интересную вещь. Вот у вас все пособия и учебники 5-6 класса. И опять есть программа. Как скачать программу? Вот у нас очень часто учителя задают вопрос. Я составляю свою авторскую программу, но приходит администрация, Рослабонадзор и спрашивает, на основании чего я составляла программу. В этом случае можно купить это на печатной основе, то есть это вот программа, которая печатается, и показывать ее как основу. Но можно и скачать бесплатно. Вот под программой вы видите дополнительные материалы, биология, рабочие программы, предметные линии учебников, линии жизни 5-9 класса. При нажатии сюда у вас вся программа будет скачена в формате PDF. Учителя очень часто просят, а дайте нам, пожалуйста, в формате Word. А дайте нам, пожалуйста, чтобы мы могли просто что-то печатать, как-то дорабатывать и оставить. В этом случае что мы можем предложить? Вы можете скачать в формате PDF. В Word мы не предоставляем в PDF. Но вы можете переформатировать. Большинство специалистов информатика в школе особенно, они знают, как это сделать. Можно переформатировать, перейти в формат Word. Можно взять как основу для себя, для того, чтобы хотя бы видеть основные моменты программы, как она составлена, тематическое планирование, расчесовку тоже хорошо бы посмотреть. Поэтому скачать вы можете бесплатно и купить, если она необходима вам для того, чтобы было подтверждение на основании чего делать программу, купить ее в интернет-магазине. Это возможно. Далее. Сейчас мы вернулись к интересным моментам. В центре у вас также будет, когда вы будете нажимать предмет, электронное приложение к учебникам. Они абсолютно бесплатные. Вот эти электронные приложения к учебникам давно очень, когда создавались учебники, были как бесплатные приложения в виде диска. На них была закачана вся информация. Чем хорошо? И по биологии, и по химии. Там есть экспериментальная составляющая. Там есть очень интересная подборка ученых, которые делали свои открытия в биологии, в химии, с их биографическими данными. Данные, которые, к сожалению, мы не всегда знаем. И плюс портреты. Чем хорошо? Не нужно никуда отправлять ребенка в интернет искать. Можно ему предложить такой вариант. Эти электронные приложения, они даны и по биологии, и по химии, и по физике. Смотрите, в каком формате. То есть вы их находите и просто скачиваете бесплатно. По биологии чем хорошо? По биологии у нас есть такие экспериментальные составляющие, когда мы решаем вопрос по, например, эксперименту на учебно-опытном участке, например. Вот мы, у кого сохранена эта идея такая в школах и в регионах, то они это делают реально. Если, например, хотим посмотреть влияние органических веществ на урожайность, хотим посмотреть, например, влияние минеральных веществ в качестве удобрения на ускорение процессов, для этого нужно ждать. Здесь это заложено и показано в течение буквально минут трех. Опять повторюсь, кроме экспериментов, опытов, есть еще галерея биографических вот этих вот ученых, которые сделали свои открытия. Есть интересные словари с определениями. Есть интересные моменты, которые мы называем справочниками. Какая-то информация нужна, она дается в виде справки, таблиц, схем каких-то кластеров. Вот это очень удобно в том плане, что информацию искать не нужно, можно ее найти конкретно вот в этом пособии, которое называется «Экстронное приложение». Скачивается сегодня оно бесплатно. Кроме этого, если я все время что-то рассказываю, что-то объясняю, мы работаем с детьми, хорошо бы проверить степень усвоения материала. Как это сделать? Здесь тоже и в химии, и в биологии, и в физике есть тренажеры, специальные вопросы в формате вопроса-ответа, в формате теста, в формате заданий на соответствие. То, что мы с вами все время бьемся, установите соответствие. Не всегда успешно дети это делают, а отрабатывать можно на электронном приложении. Значит, смотрите, опять повторюсь, «Дополнительные материалы». Вы находите электронное приложение к учебникам и скачиваете их себе. Вот сейчас я вывела седьмой класс, вы видите, вот линии дополнительных материалов, идет с синей запись. Это как раз ссылка на скачивание. Уважаемые коллеги, хочу обратить внимание, даже бы хотела, чтобы вы себе где-то это зафиксировали. Есть особенность. Нельзя перекачать, например, скажем так, электронное приложение сразу на рабочий стол. Это обязательное условие. Вы должны перекачать его либо на какой-то информационный носитель, но чаще всего это делают на флешку. Если вам это жизненно необходимо иметь на рабочем столе, вы по-моему, с флешки просто скопируете. Сразу хочу обратить внимание, что скачивание идет не пять минут. Иногда учителя смотрят, что там написано, до окончания скачивания осталось два часа. Этих учителей пугает, он, наверное, завис. Нет, там просто большой объем информации, которую вы можете использовать из урока в урок. Вы можете использовать информацию справочную, вы можете проводить эксперименты, вы можете показывать этим эксперименты, вы можете изучать, например, в девятом классе генетику, и рассказывать об ученых, которые делали свои открытия, открывали законы и так далее. Поэтому получается по времени долго, часа два точно. Скачаете себе на флешку. Если вы считаете, что вам нужно это на рабочий стол, то делайте это на рабочий стол. Просто копируете. Сейчас посмотрим то же самое по химии. Значит, смотрите, еще раз вернемся чуть-чуть назад, экскурс назад такой, да. Значит, у вас все линейки, которые есть. ФПУ учебники, они собраны вместе, и учебные пособия, которые уже есть, выпускаются, их можно купить, но они идут как учебные пособия. Статуса пока не имеют. Учебников находится в стадии экспертизы. Все вы увидите потом три вот этих центральных окна, да. УМК, вот сейчас мы видим уже по химии, программы и электронные приложения. Значит, все должно быть загложено внутри них. При нажатии на учебник вы получаете все книги. Еще раз повторюсь, если мы хотим получить программу, мы нажимаем на книгу просто. Вот если я сейчас нажала бы в поисковике на восьмой класс, у меня бы выскочила программа восьмого класса, восемь-девять родитеса. Я ее могу купить через интернет-магазин, а могу просто скачать в PDF-формате. Если я нажимаю программы методической разработки, у меня появляется вот такой перечень, вот в углу справа вы можете видеть, да, разработки учителей, поурочные работы, которые у нас вывешены в абсолютном доступе, вы их можете скачать. Коллеги, которые преподают химию, обращаю ваше внимание. Ну и у биологов это тоже сделано. У нас сейчас в виде совгосов, да, мы уже проработали восьмой класс, девятый, и сейчас у нас очень часто стоит вопрос про расписывание результатов. Вот в этих всех пособиях методических для учителей по урочных разработках эти результаты прописаны. Какие результаты получают на этом уроке, к какой группе они относятся. То есть это очень удобно. Поэтому это вы можете скачать, использовать каждый день себе для шаблона. Были времена, когда все эти пособия продавались, и учителя должны были, чтобы, например, писать по урочной планированию дома. А такое время было, и не так давно, и не так много времени прошло с этого момента. Мы вынуждены были покупать, сидеть дома, писать. Сейчас большинство из нас выводит в формате Word на урок, да, все это немножко подправляя под конкретный класс, например. Но сейчас вот эти пособия, они в свободном доступе, их можно просто скачать. Вы можете получить их абсолютно бесплатно. Значит, теперь идем дальше. Если посмотреть на особенность нашего сайта, то у него есть очень много различных кнопок, различных, вот в центре, если посмотреть, да, открытые экспертизы учебников, Академия просвещения, рабочие программы для учителей. Они собраны все вместе, и попадая туда, вы будете искать информацию о том, какие учебники находятся на экспертизе, почему она называется открытая. Учителей очень часто интересуют, кто экспертирует, и каким образом это происходит. Рабочие программы для учителей. Мы сейчас к сентябрю подготовим целый перечень актуальных программ. Они тоже будут в свободном доступе. Если мне нужна только программа, я могу заходить гораздо проще, просто нажав туда. Академия просвещения – это наша структура, которая занимается повышением квалификации учителей, педагогов. Очень интересные, различные проводятся курсы, которые проходят на базе МГУ. У нас есть выездные различные курсы, которые организуют. Даже есть туристические совмещения одно с другим, да, то есть вроде образовательные, туристические. Ну, сейчас в силу пандемии, конечно, все это немножко свернулось, но, тем не менее, это существовало. Так, дальше. Теперь я хочу обратить ваше внимание на тот круг, который находится у вас с левой стороны. Вот у учителей с учебниками, как правило, сейчас уже все более-менее понятно, со шлейфовыми вещами тоже все понятно, то есть задачники, помощники, дидактические материалы, методички все наши. Но у нас еще есть несколько направлений, которые занимают определенное место. И они создавались по направлениям, и, соответственно, выделены и на сайте тоже отдельно. Давайте посмотрим. Есть вот такая, если вы прочитаете все, что находится в кружке, то есть там внеурочная деятельность, серия профильная школа и серия задачник. Раз эта серия, значит, туда входят несколько пособий, которые так или иначе по классификации относятся туда. Вот то, что касается внеурочной деятельности, сейчас все больше и больше звучит о том, что таких вот речей, что необходимо ввести дополнительные часы, необходимо брать какое-то направление. Сейчас мы все говорим о том, что необходим проект, индивидуальный проект, который делается 10-11, но к нему нужно тоже подойти, и тоже нужно готовиться, начиная, ну, условно, с класса 5-го. Где это можно сделать? Это можно сделать через неурочную деятельность. Профильная школа, это уже старшая школа, да, это для 10-11 классов, которые помогают детям сориентироваться профессионально, помогают детям выбрать для себя нужные предметы, нужные направления, ну, и как-то быть подкованными больше, чем школьной программой. Вот, когда вы выберете из этого перечня то, что вам нужно, вы будете попадать, естественно, в тот раздел, который для себя выбрали. Ну, например, вот вы выбрали задачники. У вас появится их несколько. Вот эти задачники, они все есть предметные, есть метапредметные, которые над предметами, да, от почитательской грамотности, это метапредметные, да. Например, если говорить по химии, это конкретно предмет, да, русский язык, это конкретно предмет, но очень много задач, в серии задачник есть метапредметные, которые нас выводят с вами на, ну, скажем так, функциональную грамотность, на то, к чему мы готовимся. Начали в связи с пандемией, как-то у нас это свернулось, но все равно продолжаем, потому что задача не снится с нас, это подготовка к ПИЗе. Но в любом случае, задачники все собраны в одну серию, и там вы можете найти себе задачники по предметам и по метапредметности. Вы поймете, когда вам нужно, например, решать вопрос почитательской грамотности, вы найдете задачник почитательской грамотности. Как научить детей читать? К сожалению, и это не секрет, что наши дети читают мало, читать они не умеют, вычленять информацию не умеют, находить главные не умеют, отвечать на вопросы с трудом. Тем не менее, мы научить их должны, и по ПИЗе, если уж смотреть, да и вообще по любому предмету, вообще в жизни читать грамотно, это основной навык, который необходим. Поэтому такая серия создана, она создана специально для учителей по направлению метапредметность и предметные вещи, конкретные узкоспециализированные. Если это химия, то там, естественно, задачи по химии. Только как они написаны? Написаны они, скорее всего, будут в формате контекстных задач, которые встречаются в ПИЗе, жизненной ситуации. Потому что ПИЗа не совсем проверяет предмет, или, скажем, совсем не проверяет предмет, а проверяет функциональную грамоту, умение решать вопросы, задачи, ситуации. Ситуация есть, надо найти выход. Давайте посмотрим, что внутри этих задачников. Вот, казалось бы, по химии я выбрала специально. Но если посмотреть на этот задачник, чтобы вы понимали, почему я говорю, что они предметные, но они работают на ПИЗу. Потому что все задания, которые там включены, они практикоориентированные. Они учат детей перерабатывать объем информации, текстовые в таблицу, умение работать с рисунками. У нас западает, особенно у химиков иногда. А сейчас мы все ближе и ближе к экспериментальной составляющей. Реальной, да, оказались. Но когда ребенок иногда видит собранный прибор для получения, например, водорода, для получения кислорода, он не всегда может понять, что это за прибор, с чего он состоит, и что из него получать. То есть каким образом его использовать, чтобы получить, например, тот же самый кислород. Поэтому здесь такие задания, которые к этому ребенка готовят, начиная, видите, седьмой класс. А мы считаем, что седьмой класс – это пропедевтика в химии, только водная такая информация, которую ребенка готовит дальше, чтобы он эту химию, по крайней мере, хотя бы любил. Ну, немного хотя бы. Теперь есть вот такие задачники, которые вы сейчас видите, вы тоже его там увидите, в этом перечне, которые интегрированные. Они межпредметные. Мы специально сделали такой задачник для старшей школы. Здесь в основе лежит читательская грамотность. Видите, тексты, с которыми нужно работать. Но тексты внутри находятся и по физике, и по химии, и по биологии. Естественно, это задачник не предметный, а общий, межпредметный. И работа здесь построена так, что здесь дается текст, с которым нужно уметь работать. Нужно найти вопросы, нужно найти ответы на вопросы, нужно уметь преобразовывать эту информацию в графики. Здесь есть такие задания, в диаграммы, в таблицы. Может быть, задания построены наоборот, процесс, когда из графика вывести обратно в таблицу, а из таблицы уже текстово как-то составить информацию. Вот такие задачники, они, естественно, поскольку межпредметные, они не могут относиться в химии, и не могут лежать, например, в химии. Только в химии, или только в биологии. Поэтому они относятся к серии задачники, находятся там. На сайте вы их найдете среди всех остальных задачников. Далее. То, что касается внеурочной. Там в перечне, с левой стороны, мы с вами видели внеурочную деятельность. Я вам сказала, что сейчас, все чаще и чаще говорят о том, что внеурочная деятельность должна быть. В связи с этим у учителей была огромная просьба такая, по региону мы их собирали, эти просьбы, о том, чтобы создать нам то, на что мы можем опираться, с чем мы можем работать. Дайте нам пособия по этой самой внеурочной деятельности. Вот сейчас то, что вы видите, когда вы будете нажимать на внеурочную деятельность, вы увидите все вот такие пособия, которые туда относятся. Здесь не полный перечень, здесь просто такой набор. Самое, ну, скажем так, важное, наверное, для нас как учителей и естественников, да и вообще для любого учителя, это проектная мастерская. Автор Леонтович, вы его там тоже найдете. Проектная мастерская, она содержит информацию и готовит детей с пятого по девятый класс к проекту вообще, к пониманию, чем отличается исследование от проекта, что такое исследование по алгоритму, что такое проект по алгоритму, что можно брать как идею, что можно брать и назвать потом проблемой, как поставить цель. К сожалению, вот с целями у нас есть такая некая сложность, дети не умеют, взрослые далеко не все, а как выяснилось. Вот, поэтому эта проектная мастерская, она создана как пособие, очень интересно написано с яркими примерами, примеры жизни, не просто сухая теория, что вот мы можем и в любых документах почитать такой проект, это да, хорошо это знать, но нужно как бы иметь примеры для того, чтобы понять, как это работает в жизни. Вот в этом пособие это и есть. К нему же созданы тетрадки, вот они внизу, по физике, по химии и по биологии. Они экспериментальны, там индивидуальный проект и исследовательская работа. А может быть проект не индивидуальный, а группе, но они все относятся к этой линейке и находятся все во внеурочной деятельности. Если я как учителя, мне говорят, давайте мы организовываем по вашему направлению внеурочную деятельность, выберите себе, что бы вы хотели делать, ну и с чем вы будете работать. Это уже задача учителя. Вот тогда я, конечно, как учитель обращаюсь к сайту издательства и ищу для себя материал. Вот во внеурочной деятельности я найду как раз то, что мне нужно, например, проект на мастерске. Это как теоретическая составляющая с примерами, чтобы я сама понимала, что от меня хотят. И дальше я могу взять любую из тетрадок, если я предметник, и провести и исследования, и проекты. Причем есть такая особенность, мы люди, учителя часто амбициозные, хотим, например, делать проект на антихнологии, но желания не имеем, не имеем возможности, как в фильме известном. Поэтому хорошо бы соотносить свои желания со своими возможностями материальной базой, технической. В этом случае вот здесь в этой тетрадке за основу взята просто как объектом, взята просто обычная вода. Обычная вода, которая в доступе может использоваться всеми. И с ней, с этой водой и исследования сделаны, и проект. И, соответственно, очень хорошо авторы разводят для понимания, что такое исследование, что такое проект, в чем их основное отличие. Таким образом, внеурочная деятельность, она вся будет по конкретным пособиям для учителя это проще в плане того, что не нужно искать по интернету, искать информацию, записывать информацию туда, составлять эту программу и так далее. Есть готовые варианты. Есть конкретная программа для внеурочной деятельности, но найти на сайте издательства вы можете найти в этой рубрике. Туда зайдя, вы найдете все то, о чем я сейчас говорю. Вот еще одно пособие по внеурочной. Вот это для нас тот, кто связан с химией, тот, кто связан с, наверное, с биологией. Есть вот такая целая линия с 1 по 11 класс, экологическая. это пособия на сегодня, которые позволяют организовать детей по классам, по уровням. И не просто так, что один год мы с вами чем-то занимались, второй год еще чем-то, а здесь конкретно есть линия, этапность и, соответственно, информация совершенно новейшая, связанная с экологией России, с нашими проблемами, с нашими, ну, скажем так, свалками, с нашими ситуациями, когда из этих свалок и огромного количества птиц самолеты сажаются в кукурузное поле. Мы такие факты тоже с вами, да, слышали, в СМИ нам показывали, и летчик, который это мог сделать, он теперь национальный герой. Но это экологическая проблема, которую нужно решать. Все они, вот эти проблемы, отображены вот в этих пособиях. И самое главное, что через это пособие можно научить детей мыслить на перспективу и креативно. Они могут предлагать пути решения. Вот, начиная с 1 по 11 класс, можно ребенка вести всю дорогу по этой экологической направленности. Мы сможем сформировать экологически грамотных детей, которые в основе будут держать себя в голове, как себя правильно вести, что нужно сделать, как можно помочь природе и так далее. То есть, они все поэтапно, начиная с самого начала, с 1 класса. Но это тоже во внеурочной деятельности. Если вы зайдете в экологию, там его не найдете. Казалось бы, экология и экология. Но в экологии вы не найдете. А вот в неурочной деятельности это вы найдете. Сейчас мы хотим основную школу и старшую школу сделать такими некими учебниками, которые будут учить основу поведения правильного, экологической грамотности. Потому что экологическая грамотность она тоже составляющая ПИЗа. Вопросы по экологической грамотности в ПИЗе ой, как много. Их там достаточное количество. И эти вопросы задаются, проверяется глобальная компетенция, но еще и умение человека вести себя в природе конкретно. Как себя вести, что можно, что нельзя. И соответственно, вот эти вещи, которые мы с 1 по 11 класс сформируем, они должны не просто лежать мертвым грузом где-то там, они должны быть из жизни. Если человек растет и вырастает, становится взрослым, но ему все время показывают, рассказывают, учат, как это делать правильно, в итоге он должен быть правильно сформированным, экологически грамотным, однозначно. Вот эти книги во внеурочной деятельности на сайте. Функциональная грамотность. Если кто просмотрел внимательно, там было по функциональной грамотности. Сейчас вы видите, у нас два составляющих таких ягра по функциональной грамотности, где содержатся конкретные задачи по стандарту ПИЗа. Вот то, что верхние две линии это эталонные задания, то есть они отображают то содержание заданий, которое встречается в ПИЗе. А внизу вы видите это тренажеры. С помощью тренажеров можно научить детей подготовить, натренировать. Называются физические системы, земля и космические системы, живые системы, туда входят биология и химия большей частью и математика на каждый день. Там содержатся задания, которые ребенка могут научить ситуациям жизни и как из них выходить. И согласно названиям они все написаны соответственно по направлениям. Если живые системы, то это может быть биологическая система, если это например физические системы, то это может быть все что угодно, если это космические системы, физическая система, все что угодно, не совсем правильно сказала, это все вещи, которые могут быть связаны с физикой и какими-то законами, как они работают в условиях дома, например. Если там были такие задания, которые если что-то сломалось, как это решить вопрос, как можно заменить, например. Есть вещи, которые взаимозаменяемы, но выход можно найти из этой ситуации. В математике пишутся о том, как можно правильно рассчитать свой рацион питания, но это нам хорошо всем известно, но там еще пишут экономить, как можно собрать деньги, допустим, те же самые карманные деньги, как можно правильно сориентироваться, когда ты приходишь в магазин, у тебя 100 рублей, как что и как можно купить на эту сумму, ну условно 100 рублей, сейчас уже ничего нельзя, но тем не пусть 1000 рублей, вот я пришла, и что я могу на эти деньги купить в этом магазине. То есть учат основам, которые встречаются в жизни. В жизни сначала детей, а потом взрослых людей. Если посмотреть на классы, значит, все три первые тренажера с 7 по 9, почему по 9, потому что дети в 9 классе или в начале 10, в котором 15 лет пишут эту пизу, они должны быть подготовлены, но они должны не открыть и увидеть такое задание первый раз в своей жизни, они должны быть к этому готовы, поэтому и по 7, по 9 классу. Математика 6-8 класс, то есть это когда начинается активное, но в 6 классе уже ребенок может пойти самостоятельно в магазин, по списку, без списка, купить что-то самому, он должен уметь считать свои деньги, он должен планировать, вот это все начинается с 6-8 класса. Все эти пособия, коллеги, можно найти на сайте под рубрикой функциональной грамотности. Вот если вы зайдете туда, все найдете там, нигде отдельно располагаться на сайте они не будут. Ни одной из пособий они все будут находиться у вас в одном месте. Далее, вот это очень интересные вещи, которые касаются ОГЭ и ЕГЭ, но ЕГЭ это старшая школа, а ОГЭ это у нас 9 класс. Трудные задания, да, вот в данном случае по химии готовимся к экзамену, химический эксперимент, это наш ареаль, которое в этом году не состоялось, что ОГЭ отменили. А вообще оно должно было состояться не виртуально, а вторая часть должна была быть в реальности, да, к этому нужно подготовиться. Вот в этом пособии хорошо собраны материалы, которые даст ребенку возможность подготовиться. Где его можно найти? Он у вас появится в разделе подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. есть там такие разделы, в которых это содержится. В предметах это не будет выскакивать, в каких-то задачниках это не будет выскакивать, да, в серии задачника будет подготовка к ОГЭ и ОГЭ, там они есть. Профильная школа, я обратила ваше внимание, да, на старшую школу профильную. Вот профильная школа, тот, кто работает в старшеклассах, иногда дает такое задание учителям, подготовьте себе допустим материал для проведения элективного курса. Если, например, класс идет и изучает углубленный курс или профиль какой-то выбирается, например, естественно, научный, то нужно понимать, что туда можно подвести профильное обучение, подразумевает и какие-то дополнительные курсы. Для этого нужна информация учителю. Вот это разработки, которые были составлены и сделаны по просьбе самих учителей. Здесь они разнообразные. Здесь есть и биотехнологии, которые относятся к химии, есть и основы информатики, есть физическая химия, есть латинский язык, этого для медицинских классов, да, начиная еще в 10 классе можно уже детей подводить к латыни, те, которые выберут для себя медицину, латынь будет нужна. Дальше биохимия, есть математическое моделирование, то есть этой серии очень много, в основе лежит индивидуальный проект автора Половкова, очень хорошее пособие для того, кто будет вести индивидуальные проекты в старшей школе. Там не просто пишется, что это такое, а там прямо на конкретных примерах разбирается масштабность проектов, почему проект это проект и исследование это исследование, есть сочетающиеся вещи, есть социальные проекты, есть политические проекты, там примером является Крымский мост, который построили, это проект конкретный, который можно разобрать и понять, почему это проект, и автор делает акцент на то, что у проекта могут быть разные исследования, это другое, и вот это пособие, оно тоже будет находиться в серии профильная школа. Вот те учителя, которые работают в старших классах, они должны понимать, что если мне дают электриктивный курс, я могу посмотреть, зайти на сайт издательства, найти для себя какие-то пособия, посмотреть, что это есть, прочитать аннотации к ним и для себя понять, нужно мне это или нет. В свое время, когда-то давно, у меня были такие элективные курсы, и для того, чтобы вести эти курсы, нужно было писать программу, нужно было подбирать материал, нужно было составить планирование тематическое, это было очень-очень сложно, которое потом утверждалось на метод объединениях, принималось, утверждалось в отделе образования, сейчас это все готовый вариант, который вы можете взять и использовать, если вам такую возможность дают. серия профильная школа. Далее, если вы зайдете в цифровые ресурсы, то, например, вы увидите такую заставку цифровые ресурсы сервиса для школы, и шесть плашек, которые есть. Что здесь подразумевается в каждой плашке? Вот есть бесплатный доступ к фу и платформа издательства просвещения, любой учитель посмотрит, но и фу понятно, а вот такая платформа. В этом случае вы попадаете в медиатеку. Вот сейчас вы видите доступ к медиатеке. Это абсолютно бесплатно. Вы регистрируете, создаете свой личный кабинет и можете получить доступ к любому учебнику в формате PDF. К любому. И к электронной форме учебника, которая там заложена. Это очень удобно в том плане, что если я, например, хочу посмотреть учебник, брать его, не брать, саму книжку, сам учебник, я могу зайти, полистать, посмотреть содержание, как он оформлен, какие темы, последовательность, нужен он мне, вообще не нужен. я могу зайти через медиатеку. Это цель появился совсем недавно в пандемию, потому что это стало очень актуально. Сейчас оно еще не отменено, и вы можете получить такой доступ и тоже смотреть все, что там есть. Вы можете попасть, там есть плашка с интернет-магазином. Вот в интернет-магазине появляются различные новинки, можно получить скидку, и по интернет-магазину вы можете посмотреть все, что вас интересует. Забивая название, вы можете зайти, но это будет выход только на интернет-магазин. То есть вы здесь можете забить и посмотреть конкретно, что есть. Но для того, чтобы знать, что есть, вы сначала делаете то, что мы обсуждали. Заходите с левой стороны через предметы, через профильную школу, внеурочную деятельность и так далее. Вы там можете узнать, что есть, а вот здесь вы можете это заказать. получить скидку. Далее. Есть выход к олимпиадам. Вот здесь есть такие статьи различные об олимпиадах, которые проходят, предметные олимпиады, олимпиады летних площадок, например, Сириус. Здесь все подборки информации, новости и так далее. Очень интересно, что через вот эту подборку можно узнать для себя, как учителя, какие, по-моему, предметы проводятся олимпиады, что они дают. Здесь у нас масса примеров, когда дети занимают высокие показатели на олимпиадах и принимают без экзаменов вузы, причем престижные вузы, которые открывают свои двери для этих детей без экзаменов практически. Это можно тоже посмотреть. Есть вебинары. Сейчас я делаю скрин. Вебинары, на которые вы заходите ко мне, так же, как моим коллегам. Вы можете заходить, смотреть анонс, потому что на каждый месяц вперед составляется анонс. Вы смотрите для себя на этот хочу, это не хочу, это по моему предмету, это не по моему предмету. Нужно посмотреть и понять. Зарегистрировать. Если вдруг вы очень хотели, но очень хотели, посмотреть это потом в записи. Можно там бывает просмотреть запись. Вы нажимаете, если вы зарегистрированы у нас на сайте, спокойно просматриваете вебинар, на который не успели. Конечно, я согласна, что в онлайне смотреть лучше и интереснее, а еще лучше работать вживую. Мы, как методисты, очень любим работать с аудиторией вживую, но сейчас это пока невозможно. Но вебинары смотреть, прослушивать, просматривать все, что я хочу для себя вынести, вы можете спокойно. Для этого только нужно зарегистрироваться и заходить, просматривать либо так, либо потом записи. Есть конкурсы, которые проводят. Коллеги, обратите внимание, два конкурса, которые проводит наше издательство. Приняв в них участие, вы получите, скорее всего, я так уверена, что обязательно получите какие-то ценные призы, какие-то новые возможности. Их всего два. Шаг за шагом профессии, да, все российский конкурс, профессиональный мастерства, но мы его позиционируем как издательство, что мы бы хотели, чтобы наши слушатели в этом участвовали. И второй всероссийский заочный конкурс методических разработок. Интегривенную подходку изучение химии, химии, биологии в школе портфель с идеями. Все свои потенциалы творческие можно реализовать, приняв участие здесь и посмотреть на результативность своей идеи, своей работы. Так, еще обращаю ваше внимание, обратите внимание химики особенно. Есть такая рубрика внизу химии новости. Здесь закладываются все новости связанные с предметами. Если это химия, то химия, если биология, это биология, но у химиков есть особенность, на которую хочу обратить внимание. Мы закладываем сюда новые документальные производственные фильмы. Фильмы, которые сняты на закрытых предприятиях, такие как Фосагра и Сибур в Тобольске. Никто из нас туда попасть не может. Мы рассказываем про химическую промышленность, показать ничего не можем. Чтобы с нами этого не происходило, нам дали возможность снять фильмы внутри предприятий, показать, как все устроено. Эти можно скачать себе бесплатно. Когда будете во время учебного года вести уроки по теме химическая промышленность, дети очень часто спрашивают, покажите нам что-нибудь. На самом деле мы ничего показать не можем. Вот сейчас два фильма есть, сейчас заканчивается третий фильм. Первый это про аммиак и соединение аммиачное, который синтезирует и производит Фосагра, это город Череповец. А второй фильм это переработка нефти Сибур-Тобольск. Коллеги, можете себе скачать и использовать это абсолютно бесплатно для своей работы. Сейчас, когда закончится вебинар, подсылки заходите, скачивайте и пусть это будет у вас для работы. Вот такие новости у нас есть в новостной ленте, это вы тоже найдете на сайте. Теперь про конкурс я сказала, сейчас я покажу вам, заканчивая свое выступление, вот эти три QR-кода, все они выводят на наше издательство. Посмотрите, есть вопрос просвещения РУ, где вы можете по QR-коду зайти и написать свой вопрос, если он у вас возник, ну, вдруг потом. шел прос в РУ это выход на интернет магазин на покупки и академия просвещения это повышение квалификации на курсах. Если вы вдруг заинтересовались и вам захочется посмотреть, можно зайти через академию просвещения, где я вам показывала, вы заходите туда и там анонс, что они вам предлагают. Сейчас я перехожу к вопросу, вопрос по доставке литературы, есть ли пункт выдачи в Калининграде. Значит, коллеги, то, что касается Калининграда, пункт выдачи, там у нас есть представительство, есть книготорговая структура и в Калининграде, вот, когда я последний раз там была, было два магазина в центре, я не помню, к сожалению, улицы, где есть возможность приобрести прямо в магазине. Если вы заказываете через интернет магазин, вам, скорее всего, все это придет по почте России. Вы получите, оплатите, когда получите и будете обладателями той литературы, которой хотите. Далее, следующий вопрос. При открытии электронного учебника 11 класса физика на флешке требует записать на диск DVD, что делать? Так, при открытии электронного учебника, электронный учебник имеется в виду электронное приложение или электронную форму учебника. Электронное приложение не должно запрашивать диск DVD, их практически уже никто не использует, и там запроса такого нет. Если электронная форма учебника, то там есть подробные инструкции, где написано, что зачем делать. Ни в одной инструкции сейчас уже не пишут и не должно быть закачано на диск DVD, потому что с дисками практически никто не работает. Основные информационные носители это флешки на сегодня или внешние какие-то объемные информационные диски есть внешние, которые тоже могут закачивать информацию внешнюю. Поэтому, если у вас вопрос такой есть, вы можете мне написать или выйти на вопрос в Росвру, написать туда, вам ответит представитель IT, структура, которая этим занимается. Они лучше разбираются в этом, они вам ответят. Думаю, что вам будет понятно, что с этим делать. Но вообще DVD-диски уже практически нигде не в ходу, поэтому зачем-то записывать флешки на DVD, не знаю. Я таких не видела от правов, чтобы это было. Так, коллеги, больше вопросов я не вижу. Так, вижу, возможно ли покупка и доставка учебников в Донецк? Так, давайте вы мне этот вопрос тоже напишите через вопрос в Росвру. Я не знаю, в мою компетенцию не входит по Донецку, не смогу ответить. Давайте так, вы напишите, а мы подумаем, как это сделать. Так, уважаемые коллеги, я заканчиваю свое выступление, времени у меня осталось очень мало. Желаю всем прежде всего здоровья на сегодня, ну и самое главное, наверное, хорошего настроя на новый учебный год. Мы с вами еще увидимся до начала учебного года, тот, кто смотрит, например, на мои вебинары попадает системно. Но в любом случае, хорошо вам отдохнуть, набраться сил, время еще есть, пока. Поэтому желаю вам всего хорошего, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok